Продолжение следует... 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 Итак, всем привет, всем здравствуйте, добрый вечер Москва и другие города, все, кто нас смотрит, безумно рад вас видеть, приветствовать вас онлайн, это довольно новое, но вы не находитесь, давайте поговорим о том, как управлять стилем кризиса, причем это действительно кризис, не просто только попал в стиле стиле кризиса, причем это, я бы даже сказал, уникальный кризис, потому что, будем честны, это лишь начало, это не просто, что там пришло и ушло, это как звено цепи, у нас был SARS, у нас был птичий гриб, у нас был поросящий гриб, еще какой-то гриб, было несколько волн, вот теперь COVID пришел. Ну, еще что, и заметьте, что с каждым разом, каждый новый вирус, все жестче, все опаснее и все разрушительнее, заметьте, да, то есть каждый новый вирус, но эти вирусы становятся все более изощрительными, микровые вирусы, не знаю, как их правильно назвать, они становятся все более изощренными. Итак, что же, черт-то-дри, происходит? Изменения. Происходит изменение. Кризис это и ничего, но проявление изменений. То есть вы должны принять этот факт и понять, что это серьезные изменения. В данном случае это не маленькая изменения, это серьезные изменения. Кроме даже маленьких. Что же происходит всякий раз, когда есть изменения? В данном случае критически важные, фундаментальные изменения. Что происходит? Вы должны понимать, что в этом мире все является системой. Абсолютно все. Все. Вот вы как человек, вы же система. Дерево тоже система или компания тоже система. Страна, тем более, является системой. Даже земное США, на котором мы живем, это тоже большая система. Что значит система? Система это означает взаимозависимые компоненты, то есть которые сотрудничают друг с другом, чтобы вся система работала. То есть это означает, что есть так называемые подсистемы, которые, соответственно, образуют систему. То есть вы как человек имеете ряд подсистемных систем. Нервная подсистема. У вас есть эмоциональный эффект, у вас есть, не знаю, костная система, выделительная, еще какая-то и так далее. И у каждой подсистемы свои подсистемы. То есть какая матрешка получается? Большое-большое количество подсистем, которые выходят до самых нанокомпонентов. И то не конец. То есть это очень-очень сложный организм. Итак, ну и что, скажете вы? Ну и что? Проблема не в том, когда будут изменения, а по мере того, как они поступают. Потому что они поступают до тех пор, пока мы живем. Да вот когда изменений больше не будет, то и жизни больше не будет. Жизнь — это изменение. Пока мы живем, всегда будут изменения. И подсистемы, о которых вы с вами говорите, дело в том, что они меняются с разной скоростью. Какие-то быстрее, а какие-то медленнее. Вот возьмите компанию, например. Да вы все ли вы бизнесмен, на меня сейчас смотрят, владельцы компании. Допустим, департамент маркетинга. Самый быстрый. Так мы пронизили рынок, так мы поменяемые цены, поменяемые продукты, покупки, что-то еще. Тролли-вали. А как насчет, допустим, департамента продаж? Их нужно переписать скит-кейп, изменить материалы продаж, и обучить продавцов. Это гораздо длиннее. А как насчет предупреждения департамента? Или производственный департамент? У-у-у. Их, понимаете, еще сложнее. Они еще медленнее. А как насчет бухгалтерии? О-о-о, вы сами знаете, как медленно меняются бухгалтерские стандарты. А как насчет людей? Насколько быстро они? Не смысле там нанять или уволить? Это любой дурак может. Как насчет изменения культуры, менталитета, ценностей того, как люди себя ведут? Ха! Как говорится, флаг в руки. Эта система самая медленная. Так вот. Ну и что теперь? Что происходит? Ну, поскольку эти полсистемы изменяются с разной скоростью, то со временем создаются какие-то трещинки. Знаете, как в здании. То есть происходит рассинхронизация. То есть между системами становятся трещины. И вот эти самые трещины, по сути, и являются проблемами. Это то, что мы называем проблемой. И вы должны понимать, что по сути, все проблемы так или иначе являются результатом десинтеграции. Любые проблемы. И именно поэтому, по-моему, во всех языках, всякий раз, когда вы беспокоитесь, сейчас вы говорите, посмотрите, он просто разваливается на глазах. Да? Слышали такой вопрос, что человек разваливается просто на части? Физически, ментально, духовно, да еще как-то. Когда вот семья, если соль, посмотрите просто. Они все на ножах. Посмотрите, семья просто разваливается. Да? Или страна разваливается, мы говорим. Мир разваливается. Когда мы говорим, что что-то не так. Мы используем это слово «разваливается» на части. И то же самое с этим коронавирусом. Вот так, коронавирус, хорошо, это проблема. То есть что-то разваливается. То есть что-то стало результатом наступления коронавируса. Что-то пошло не так. Блин, вопрос, что? Я думаю, что мы слишком быстро бежали все это время. Понимаете? Слишком далеко зашли в том, как мы меняемся. И насколько глубоко. Посмотрите, мы пожираем животных, которых мы не должны пожирать. Да? Вот посмотрите. Да что у меня там в Китае. Говорят, что якобы это потому, что китайцы едят летучих мышей. В конце концов, что там больше есть нечего, то вы едите летучих мышей. Он же говорит, что коронавирус пришел от мышей. Они переносчики. Понимаете? Мир разваливается. Это уже нашли, что мы едим. Это какие-то экзотические животные, которых мы должны почему-то поедать. Понимаете? Вот вам результат. Потому что тело говорит тебе, что такое вообще? Ты меня раньше никогда таки не кормил хозяина. Так вот. Всякий раз, когда происходят изменения, вы должны понимать, что в системе создаются трещины. Будто семья. Кстати, хотите развалить семью? Давайте. Переезжайте постоянно. Меняйте работу. Включите. Очень много изменений. Семья развалится. Стресс, проблемы. Семья развалится. Это слишком много изменений. Как насчет коронавируса? Что он производит? Посмотрите, какое-то гигантское фундаментальное изменение. Правильно? А, как всегда, такие изменения проявляют гигантский стресс. Гигантский стресс, гигантские проблемы. И все разваливается. Поэтому коронавирус это такая латмосовая бумажка. То есть, это некий тест на вашу сопротивляемость. Понимаете? Насколько вы сильны или слабы? Насколько фундамент ваш прочный или слабый? Понимаете? И если вы как колосс на глининых ногах, когда ваша система еле-еле только ее, немножко, пошатнешь, и она уже развалилась. Понимаете? Просто чуть только магнитуду увеличилась трасса, и вы уже не удерживаете. И компания, идет банкротство, и перестает существовать. То же самое касается семьи. Чуть что, семья развалилась. То есть, основы были слабые. Вот, я не знаю, как насчет России, но все сидят там по домам, просто у нас карантин, нам запрещено уходить из дома. Что происходит? Посмотрите. То есть, ты должен с семьей, с детьми, с женой 20 дней, 24 на 7, постоянно сидеть в одной той же квартире. Посмотрите, а дети у ладушки живете? Кошмар. Никогда сколько с женой муж не проводил времени. Представляете, если жена, и мы хотим, чуть-чуть были на ножах. Представляете, когда они заперты в одной банке, что произойдет? Произойдет взрыв. Поэтому я предсказываю волну разводов, когда коронавирус пройдет. Волну разводов. Многие семьи смогут это переварить, и они вынуждены будут разбежаться. Такой стресс-тест на коронавирус, на силу семейных отношений. Многие компании так же покроются, они не выдержат этого испытания. Мы это уже видим, компании так болели, они и так были не в нужном состоянии. И теперь, кстати, кто умирает? Старые и слабые иммунные системы. Почему старые? А потому что у стариков они уже столько живут, что у них уже все расшатано, у них все слабое. Их чуть-чуть спровоцирует, и все, и они умирают. Понимаете, молодой человек здоровый, а когда ты старый, у тебя там, не знаю, сердце еще бьет, налегки уже накрылись, почки уже отвалились, и с ними еще. Поэтому как то, как ты становишься старым, то есть все начинает разваливаться, тут болит, там болит и так далее. От Израиля говорят, да, что утром просыпаешься. То есть если ты старый и ты проснулся, у тебя ничего не болит, значит, ты уже на том спец. То есть у старика должно что-то болеть. Мы это в Израиле так шутят. Вот потому что у стариков все разваливается, потому что они старые. То же самое касается машины. Почему старые машины разваливаются? Потому что все уже прогнило, все проржавело уже, понимаете? То есть мотор еще может быть работает, да, колеса уже отваливаются. или еще что-то. Вот так. Понимаете? Вот эти трещины все. И то же самое касается компаний. То есть есть компании, которые и раньше были так себе. Другое дело, что просто эти условия не позволяли им банкротиться. А теперь, как вы видите, коронавирус вызывает ускоренное банкротство, будем так говорить. так вот, считайте, что это наступление принципа дарвинизма, если вы помните, да, Дарвин говорил в книге «Выживание вида», да, что выживает тот, кто приспосабливается, да, то есть он говорил, что сильные становятся сильнее, а слабые исчезают. Да, то есть выживание вида, выживание сильнейших. Будь то старые люди, будь то больные люди, будь то больные компании, будь то больные менеджеры, больные страны или еще какая-то больная система. Для слабой больные умирает. Так вот, ну разве не интересно? Подумайте. Ведь Китай родил коронавирус. Это все пришло оттуда. Но с Китаем это все в порядке сейчас, посмотрите. Они себе это стряхнули, люди ходят на работу, фабрики работают, заводы работают, офисы работают. Там все сейчас нормально. А Америка, посмотрите, Америка разваливается. Почему так произошло? А потому, что Китай шел вверх, а Америка в то время шла вниз. Понимаете? То есть это все началось до коронавируса. В Америке были проблемы до коронавируса. Причем задолго. То есть корона просто подтолкнул нас к этому краю. Началось все. До коронавируса. Итак, что же будет с Россией? Давайте поговорим о России. Задайте себе этот вопрос. Вот вы решите, вы ответите на этот вопрос. Что будет с Россией? Россия крепкая страна или нет? Она единая или нет? Или что называется, она, как говорится, на липучке, на двух болтах держится. Так вот, если десинтеграция является источником всех проблем, то каким будет решение, как вы думаете? И так, обратный процесс, интеграция, конечно же. Итак, кто же переживет коронавирус? Те, у кого есть сила, у кого есть характер, у кого есть видение и мозги, чтобы понять, что это тест, и вы должны его пройти. Сможете ли вы сохранить семью? Сможете ли вы сохранить свою компанию? Если вы лидер компании или страны, сможете ли вы сохранить страну в период кризиса? Итак, теперь вопрос, что делать? Итак, мы поставили диагноз, а теперь нужно выписать рецепт. Что же делать? Давайте поговорим о бизнесе. Итак, мы живем с вами в период, когда нужно созвать совещания. Много совещаний. Самые различные совещания. Правильно? То есть, никто не покупает, рынок упал, и выручки нет. Отличные возможности, не проблемы, возможности, великолепные возможности для многих компаний. В это время закрыть те самые бреши, которые накопились, исправить те проблемы, которые накопились, чтобы очень много бежали вперед, и у нас накопилось много проблем. Теперь можно обратиться вовнутрь и заниматься самым исцелением. Итак, как же это будет выглядеть? Вы любите, к примеру, играть в теннис или в гольф, или на рыбалку любите ходить. Итак, вы, значит, думаете, в субботу я проснусь, и с утра пойду на рыбалку, на теннис или на гольф, в гольф поиграть. Итак, приходят, в субботу, просыпаетесь утром, и смотреть в окно и на улице просто потоп, град какой-то, ветер ужасный, ужасная погода. В гольф не поиграешь. Что делать? Просто сидите целый день смотреть телевизор, да, и прочитать о том, как все плохо, что ты не смог со своими клюшками поиграть в гольф или там с ракеткой поиграть в теннис. А? Нет. Неправильная стратегия. Это ваша возможность почистить дом, прибраться. Может быть, у вас там, не знаю, туалет нужно починить, или, может быть, там лампочку нужно закрутить, или, может быть, где-то просто прибраться. Или, может быть, заняться какой-то бумажной работой, может быть, счета копились, или налоги заплатить, лишь тысячи, да, то есть заняться вот этой всей процедурной работой с тем, чтобы, когда солнышко выглядит, когда, наконец, настаёт хорошая погода, вы будете сильнее после, чем до. Понимаете? Вы будете готовы. Итак, цель данного времени, суть, как его провести с пользой, используйте его для того, чтобы выйти из этого кризиса сильнее, а не слабее. Понимаете? Чтобы выйти из кризиса сильнее, понимаете? То есть не в смысле продавая больше, понимаете? Нет, сильнее именно как компании изнутри. Да, что там, бюджет почищенный, там, расходы почищены, вознаграждение почищено, процессы наема, управления людьми, да, там, процесс назначения, орг структуры, это все, что нужно исправить, подкрутить и вычасти. Понимаете, это возможность обернуться в себя, потому что раньше у вас не было на времени, да, вы занимались рынками, занимались продажами, занимались завоеваниями рынка и так далее. Теперь есть время. то же самое касается семьи. Используйте это время для того, чтобы сплотить семью, исправить те ошибки, которые, возможно, накопились. Давайте об этом поговорим. Итак, мы семья. Вопрос, что делать, да, для того, чтобы вывыть из этого коронавируса более сплоченной семьи? Так, давайте играть вместе в игры. Давайте получше узнаем друг друга, муж и жена или детей. Раньше у вас, может быть, даже время на них не было, вы постоянно были на работе. Теперь у вас есть время узнать детей получше. То есть, коронавирус, это не проблема как таковая, понимаете? Это приглашение. Вас приглашают доказать себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества, показать, насколько вы сильны. и что делать на личном уровне? Так вот, это время подумать о своей жизни, задуматься. Да, то есть, было время разбрасывать камни, теперь время их собирать. Кто вы, что вы, куда вы идете, чего вы на самом деле хотите. Нашли вы свое призвание. Знаете, Павло Ковио, поэт из Верхней Бразилии, недавно увидел его цитату. И в этой цитате он говорил следующее, да, что, так сказать, тайфун, или как это называют, да, когда-то вождь, ветер, и так далее, тайфун. Что? Ураган. Он не всегда только разрушает. Порой, он наоборот, расчищает путь перед вами. Понимаете, то есть, сделайте так, чтобы коронавирус расчистил дорогу перед вами в будущее. Понимаете, возможно, нужно прекратить то, что вы делали раньше, поменять направление пути коронавируса для этого в время, чтобы сесть и подумать, чем я хочу заниматься в этой жизни, на правильном ее пути. подумайте об этом, потому что мы люди, мы существа привычек, как вы знаете, да, семья, компания, вы личный человек или даже страна, если вы лидер страны. Это касается любой системы, на любом уровне. Подумайте, сейчас у вас есть возможность задуматься. Итак, как же нам сплотиться, как нам стать сильнее, что нам для этого нужно делать, как вы думаете, вот хорошо он говорит, доктор Адейдис, а как на практике это сделать? Хорошо. Вот он советы, практические советы, как стать сильнее. Сильнее, значит, интегрирование, то есть сплоченнее. Как он сам, камень, да, вот не знаю, там самый крепкий минерал, не знаю, как его даже назвать, я не геолог, да, насколько вы знаете, да, алмаз, бриллиант, самый крепкий. Почему он такой крепкий? Да, почему считаешь, что он самый твердый минерал? В чем его секрет? Посмотрите, какой он прочный, да, весь он прям, ух, его не расколешь, прям, сверхпрочный. Поэтому, суть интеграции. Интеграция — это всегда, это признак силы, а дезинтеграция — это признак слабости. Именно поэтому, когда человек запутался, когда не знает, куда идти, что делать, куда бежать, в какой-то старт, ты будешь, что это, слабак, говорю, слабый человек, да, куда ветер подул, туда он, это, что называется, как лошадь без седока. Поэтому ключ в интеграции. Вопрос, как обеспечить интеграцию? Да, то есть, как нам стать бриллиантом? Ну, я вам сейчас расскажу выжимку из своих 26 книг. Кстати говоря, все мои книги 26 на русском, поэтому читайте все, пожалуйста. И обязательно подпишитесь на мой блог, который я пишу. Последние 10 лет уже каждую пятницу я публикую новую статью в своем блоге. Подпишитесь тоже, очень рекомендую. Dr. 10. Ком. Итак, что же такое интеграция? Я не буду сейчас читать длинную лекцию о том, как, что произошло и как я создал эту концепцию. Давайте просто прям суть дам. Итак, компания считается интегрированной, когда есть взаимное доверие и уважение. Вот когда нет уважения и когда никто никому не верит, да, то как вы можете быть вместе? То есть вы обанкротитесь, это неизбежно. То же самое касается семьи. Когда семья распадается. Да? Допустим, вот возьмите себя просто. Допустим, когда вы даже не доверяете себе и вы не уважаете себя, вы понять не умеете кто, вы не можете не продавать, не продвигать себя, вы слабы, потому что у вас нет уверенности в себе. Поэтому ключ это взаимное доверие и уважение. А теперь слушайте внимательно. Что такое доверие, что такое уважение? Да это красивые слова, да, но понимаете ли вы смысл этих слов? Что с ними делать вообще? С этими двумя словами? Доверие и уважение. Так вот, во многом, а это глубоко эзотерическая концепция, да, то есть проявление уважения, да, заметьте, да, то есть вы смотрите, я с вами сейчас общаюсь, вы меня не прерываете, то есть это уже знак уважения, да, что вы даете мне высказаться. Это одна из граней уважения. То есть это настоящая грань уважения, да, когда вы человеку даете высказаться, уважая его мнение. Есть еще одна грань. Эммануэль Кант, известный философ, сказал следующее. Он сказал, если я не ошибаюсь, что уважение это признание права другого человека на инакомыслие. Понимаете? То есть я это я, вы это вы. То есть мы не все такие близнецы, мы думаем по-разному. Это нормально. Вот вы, вы, а я это я. Я это уважаю. Я уважаю ваше право быть другим, не как я. Это совершенно нормально. Вопрос. С какой стати вдруг? Да, то есть там, господин Кант, хорошо, ладно, вы правы. Дальше что? Да, то хорошо, я понимаю, да, чтобы признать ваше право на инакомыслие, я должен относиться к вам с уважением. Да, то есть я признаю тот факт, что этот человек не я, и он не такой, как я. То есть я с уважением отношусь. Но, с другой стороны, с какой стати вдруг? С какой стати я должен признавать ваше правило право на инакомыслие? Зачем? Вот мне это надо. А потому что иначе вы не научитесь. Понимаете? То есть это для меня полезно. Это на мою же пользу. Как вы можете учиться у тех, кто во всем вам поддакивает? Понимаете, если два человека во всем согласны, то зачем их двое, правильно? То есть одного можно вообще выкинуть. Можно все равно стоять в зеркало разговаривать с собой. Если человек с вами не согласен, ага, возможно, этот человек знает то, что не знаете вы. То есть у него можно поучиться, то есть у него другое суждение, у него другой опыт. Понимаете? То есть он, так сказать, у него другая формула в голове, другие перемены. Вот, ваша возможность поучиться у этого человека. Так учитесь. В этом суть инакомыслия. Спросите, с какой стати вы со мной не согласны? То есть, чего я не знаю? В чем наше различие? Чему я могу поучиться у вас? Это вовсе не означает, что мы должны обязательно согласятся. Я могу у вас поучиться и понять, что вы просто дебил. Вот и все, я потерял свое время, сказал до свидания, больше вас никогда не увижу, пойду, поучусь у кого-то еще. Понимаете? Но я зачастую учусь. Понимаете? То есть, суть поучиться у человека. Если человеку есть, чему вас научить. Итак, зачем же нам нужно взаимное уважение? Итак, чтобы учиться, потому что всегда, когда есть изменения, есть и проблемы. В одиночку проблему не решите. Вам нужны другие люди. Люди, которые выступают оппозицией к вам, потому что они видят дырки в ваших аргументах. Вы сам, это ваши слепые зоны, вы их не видите. Другие люди их видят. И они, их мнения вам нужны, чтобы эти дыры закрыть. Так вот, дальше вам нужно принимать более качественные решения. И это обезопасит вас от ошибок. Поэтому мы, как раз, в лудисте говорим то, что жена, это по сути, что значит. То есть, она полезна, но при этом она в оппозиции. Как она может быть полезной, если она не согласна? А потому что она таким образом вас уравновешивает. потому что вы всего сами не видите. Если вы уважаете свою жену, ого, я вас уверяю, вы себе сэкономите очень много головной боли. Да, потому что она вам поможет. Вы не можете все знать. Вы не всевидящий. Она вам помогает, будучи не согласна с вами. Например, если вы, допустим, опёрлись рукой обо что-то, что слабое, вы просто упадёте. То есть, опора должна быть прочной. Противовес должен быть прочным. Итак, теперь взаимное доверие. Давайте об этом поговорим. Дело в том, что для того, чтобы принять решение, нам нужны люди, которые не согласны с нами, чтобы это решение было полноценным. То есть, нам нужна кооперация, сотрудничество между людьми, потому что в одиночку, один в поле не воин, говорят. Понимаете, зачем нам нужна организация, если вы всё знаете? Зачем нам город, зачем нам страна, зачем нам все эти люди? Там можно просто как эти отшельники, жить в своей пещере и всё, что называется, целый день медитировать на бесконечность. Да, если вы живёте в цивилизованном мире, вам нужны другие люди, да, то есть, и теперь, когда у нас есть коронавирус, вы это как никогда начинаете понимать, что, знаете, сидим все, да, под замком, думаешь, с ума люди сходят. Мы понимаем, что мы существа социальных, то есть, нужно сотрудничать с других людей для того, чтобы реализовать ваши идеи, понимаете, иначе ваши решения не будут реализованы. Вопрос, а с какой стати людям сотрудничать? С какой-то стати друг к разным людям сотрудничать? А потому, что они, в каком-то смысле эгоистично, то есть, они это делают ради себя. Да, конечно, я понимаю, что если альтруизм, там, они пару раз могут сделать, там, один, два, три раза, если альтруизм скажут, то есть, должна быть общность интересов. Но, чтобы была общность интересов, должно быть доверие. То есть, я вам доверяю, то есть, я верю в то, что вы делаете это в моих интересах, и, следовательно, верите мне, что я делаю это в ваших интересах. Вот, теперь мы можем сотрудничать. У нас есть общность интересов, понимаете? То есть, я не говорю о том, что это вечное и бесконечное сотрудничество. Нет, и вы не будете сотрудничать устойчиво с тем, кому вы мне доверяете. Итак, чтобы была интеграция, нам нужно взаимное доверие и уважение. Итак, по поводу коронавируса. Смотрите, цель максимальная интеграция. Начните с себя. Прежде всего, начните с себя. Да, просто вот, закройтесь, возьмите листок и бум, да, и ручку. Не знаю, там, если вам мешают дети, что-то еще закройтесь в ванной. И спросите себя. Вот, делаю ли я что-то, что заставляет меня не уважать себя? Делаю ли я что-то, чего я на самом деле в сердце стыжусь? Ну, что я делаю неправильно? Просто наедине. Что нужно прекратить вам делать? Лично. Это первый вопрос. Ответьте на него. во-вторых, делаю ли я что-то, что наносит мне вред? То есть, в каком-то смысле, я врежу сам себе. Я приношу урон своему же телу. Курю или пью, или убиваю свою печень, или почки, или еще что-то. Понимаете? Или, может быть, я там слишком много пью кофе, или так далее, так далее. То есть, когда я своему же телу не являюсь другом, спросите себя, что я делаю против своего тела? То есть, преступление против себя. Что я должен прекратить? Сейчас, как никогда, очень важно принять очень важные резолюции, то есть, решения. Пообещать себе создать внутреннюю интеграцию, чтобы полюбить себя, чтобы не быть врагом самому себе. Теперь переходим на уровень семьи. Вопрос, что вы можете сделать в отношении семьи? Как сделать так, чтобы уровень взаимного доверия и уважения был выше на уровне семьи? И то же самое касается и компаний. Подумайте об этом. То есть, опять-таки, топ-менеджмент садится и спрашивает, что мы можем сделать для того, чтобы уровень сотрудничества в компании был выше. Да, чтобы люди больше доверяли труду, что мешает нам, что нам не дает достичь необходимого уровня взаимного доверия и уважения, что нужно изменить, чтобы компания стала лучше и сильнее после коронавируса. Спросите себя об этом. Я очень надеюсь, что я вам чем-то помог. Кстати говоря, понятно, что легче сказать, чем сделать. Я это понимаю. Конечно, включая себя, кстати говоря, мне тут легко сидеть и говорить. Правильно? Советовать, ствичку держать. Это понятно. Я могу говорить бесконечно. А вот сделать, делать это, реализовать на практике, как вы знаете, это всегда немного сложнее. Я это прекрасно понимаю. И следовательно, вам нужна помощь. И я вам крайне рекомендую, крайне рекомендую. Всячески. От всего сердца рекомендую. И это не потому, что я свои пять копеек оставляю, или пять минут рекламы устраиваю. Нет. Я пытаюсь вам помочь. Наймите представителей Института Одессы России. Это серьезно. То есть, это возможность сделать вашу компанию сильнее и лучше. Кстати, мы евреи. Ну, мы такой народ, что мы считаем, что мы самые умные. Мы все гении. Правда? Что нам никто не нужен. Вот. Мы шнец и жнец, и на дуде и грец. Сами знаете, да? У евреев есть такая черта. Мы считаем, что мы все гении. Ничего подобного. Поэтому вам тоже нужна помощь. Как и всем людям. А мне нужна помощь. Начнем с этого. Я тоже знаю, то сказать, опять-таки теорию-то я все знаю, я теорию, я сам ее создал, я книги написал о своей теории. А могу ли я все внедрить сам? Нет. Мне тоже нужна помощь. То есть, в каком-то смысле я помогаю другим людям, но я также нуждаюсь в помощи других людей. Вы знаете, изречения, известные изречения. Правильно? Понимаете, ни один узник не может освободить себя самого от цепей. Чтобы освободить друг друга, мы нужны друг другу. Понимаете? Поэтому всем вам желаю удачи, успеха. Надеюсь, у вас все будет хорошо. Всем всего самого наилучшего. Я вижу, что у нас в чате есть несколько вопросов. Я постараюсь их прочитать и ответить на них. Дайте мне одну секундочку. Всего два вопроса, я вижу. По поводу людей. То есть, а каких оставить, а от каких избавиться? я вообще считаю, что ни от кого не надо избавляться. Понимаете, почему есть коронавирус? То есть, избавляйтесь либо до, либо после. От кого? От тех, кто просто вам... Ну, просто есть люди, которые вот просто непродуктивные, неполезные. Но будьте осторожны, чтобы не было такого, что выкинули, вылили с водой ребенка. Ну, смотрите, смотрите, когда ты грозишься пальскему, вот ты ни на что не годный. Смотрите, один палец показываю сюда, второй показывает на Бога. Да, Бог виноват, а все остальные пальцы на кого? Понимаете? Один палец на человека, один вверх на Бога, а три пальца показывают на тебя. Понимаете, возможно, ты не дал человеку информацию, не дал полномочий, не дал правильную зарплату, не дал с этим вознаграждение и так далее. И теперь человек виноват, да, что он не дает тебе нужный результат. Так может быть, не он виноват, может быть, ты неправильный, ты виноват, потому что ты не обеспечил. Поэтому увольняйте человека, когда вы убеждены в том, что абсолютно все, и система, и вознаграждение, и условия, мы все ему дали, и все равно человек не дает результат. Вот тогда, да, с чистым сердцем вы можете уволить. Все, до свидания. Понимаете, вот от таких людей, но только после коронавируса, потому что если вы уволите их сейчас, а что человеку есть? Банально. Может быть, он живет от получки до получки, поэтому будьте милосердны. Увольняйте после коронавируса. Но, опять-таки, смотрите, вы скажете, ну как же так, доктор Диз, нам нужно резать издержки. Хорошо. Понести зарплаты всех, включая свою зарплату. Кстати, вы знаете, что я вынесли Диз на 40%, включая себя, у себя я урезал зарплату на 60%. Понимаете? То есть все в одной лодке. И это, кстати, повышает взаимодоверие и уважение, когда ты урезаешь зарплату всех. А если ты начинаешь увольнять, выборочно всех отстреливать, то наоборот, люди начинают бояться. Они спрашивают, а я останусь или наоборот меня уволят. Понимаете? Тогда люди уже забудут о том, как делать работу, они будут бояться. Поэтому, чтобы была интеграция, используйте сердце. Понимаете? Сердце. И второй вопрос. Так. Какие индустрии? По поводу индустрии, по-моему. Да. Ага. Кто выживет? Угу. Так. Ну, естественно, фармацевтика, пищевая индустрия, телекоммуникации. То есть все то, чем люди пользуются в кризис. Все эти индустрии выживут. Естественно. Я думаю, что это совершенно очевидный ответ. Нет. И следующий вопрос. Так. По поводу роли правительства и изменений в момент кризиса. Ха-ха-ха. К сожалению, плохие новости для вас. Именно из-за кризиса. Как вы знаете, нужен так называемый зонтик. Потому что это же комплексная проблема, а не проблема какой-то индустрии. И вот здесь как раз включается правительство. Причем не одно правительство, а мировое правительство. То есть правительство разных стран. Вот. Ну, скажем так, на уровне одной страны. Давайте посмотрим. Опять-таки. Да. То есть, к сожалению, чтобы решать проблему, нужна диктатуре. То есть автократичные подходы, конечно, будут более эффективными. И когда корона пройдет, люди придут к мнению, что диктатура, оказывается, имеет свои преимущества. То есть диктаторы будут использовать коронавирус для того, чтобы еще больше усилить свои позиции. Что с этим делать? А вот это совершенно другая дискуссия, на которую нужна гораздо больше времени. Итак, дамы и господа, я думаю, что на этом достаточно. Я всем еще раз желаю вам всяческих успехов. А, подождите, у нас что, есть еще один вопрос? Ага, вот, последний вопрос. Последний вопрос. Как вы думаете, сколько продлится эта ситуация? Смотрите, вот это, вот это, вот это. Вы сказали слово «эта» ситуация. Смотрите, по поводу коронавируса максимум год. Почему? А потому что к этому времени найдут вакцину, обязательно найдут какое-то решение. Но не забывайте о том, что проблема не в короне. Корона — это не конец. После короны будет еще какой-то, понимаете, да? Вы знаете, что корона — это же пиво такое есть мексиканское. А потом будет Хайнекен. Ну, понятно, что сейчас корона, потом Хайнекен, потом еще какой-то, потом адвайзер и так далее. Ну, я шучу, конечно. Почему? Почему это не конец, а всего лишь глава в длинной истории? А, потому что микробы, они очень быстро меняются, как вы знаете. Это живучие твари, которые очень быстро изменяются и приспосабливаются. И, кстати говоря, давным-давно уже это было все предсказано. То есть давным-давно уже говорили, что следующая война будет не война наций. И война не религий, не оружием, а между людьми и микробами, между двумя царствами. Поэтому будьте готовы, что следующий вирус будет еще жестоким, но пока коронавирус. Опять-таки, вы должны понимать, потому что считайте, что у нас сейчас мощное землетрясение. Коронавирус — землетрясение. У землетрясения есть еще, так сказать, последующие такие волны. То есть, может быть, я не знаю, ну, там, в следующем, через месяц, еще, потом, говорят, еще будет одна волна, сентябрь, потом зимой, так сказать, будет несколько волн таких, то есть несколько толчков, уменьшающихся, понимаете. Но зачастую последующие волны могут быть еще хуже. Почему? Потому что, смотрите, проблемы здравоохранения или течет в экономическую проблему. Смотрите, сколько у нас говорят, более того, 16 миллионов человек уже потеряли рабочие места в Америке или 60, там, цифра, то есть миллионы людей. А экономическая проблема создаст социальная проблема, потому что бедным людям нечего есть. Что они будут делать, как вы думаете? Всплеск преступности. Да, то есть это будет очень опасный период. Будет много преступностей. А это создаст, в свою очередь, политическую проблему, да, когда правительство будет еще более диктаторским. Сила полиции, сила армии будет еще сильнее. Понимаете? То есть после землетрясения будут проблемы. Правоохранение, потом экономика, потом социальные проблемы. Это выливается в политические проблемы и так далее. То есть вот такой большой клубок. Вот. И мы должны быть сильными, чтобы выжить, несмотря ни на что. Как люди, как семья, как компания. И мы, еврейский народ, особенно. Да. Мы должны... А, кстати говоря, почему мы 2000 лет и все еще здесь? Потому что мы народ единый. И мы дальше должны помогать друг другу, оставаться единым народом. Именно в своем единстве мы сможем выжить. В этом наша сила. Вы знаете, один мой друг обанкротился, потерял все свои деньги. А потом снова вернул их себе. Снова добился успеха. И я спросил его, «Люш, что произошло? Как ты потерял все? Все свое состояние. Как ты стал мультимиллионером? Что произошло? В чем секрет?» Он сказал, «Смотри, есть три качества, которые никогда не теряй. Три качества. Первое — свое здоровье. Второе — свою семью. И третье — своих друзей. Деньги приходят и уходят. Но если ты эти три качества сохранишь, если есть три этих актива, то вы всегда снова, даже если упадете, подниметесь. Вот так. И что здесь? Обще смотрите. Здоровье, семья, счастье и так далее. И интеграция. Орень всего — интеграция. Будьте здоровыми, сохраняйте здоровую семью и сохраняйте дружбу семью. И ваши сотрудники, также ваши друзья в компании. Поэтому всего наилучшего. Всем до свидания. Спасибо большое. Дорогие друзья, на этом мы не заканчиваем. У нас для вас есть несколько сюрпризов. Первый. Во-первых, мне хотелось бы сказать, что сегодня в нашей маленькой комнате собралось более 400 человек. Это говорит о том, что... Кстати, всем ли меня слышны или видны, если нет, пишите. Со мной гораздо легче. Я обещаю из России. Мне не нужен переводчик. И я хотел сказать, что собралось много на людей. Это говорит о том, что что бы ни происходило, какие бы испытания перед нами с вами не появлялись, что то, что мы объединяемся, начинаем больше общаться со своими семьями, о чем говорил сейчас доктор Одизис, это возможность измениться самому и сделать этот мир немножечко лучше. Не секрет, что многие из вас знают, что деловой клуб «Соломон» это в первую очередь благотворительный фонд, который оказывает поддержку тем, кто в этом особенно сильно нуждается. И многие из вас уже знают, что каждое наше мероприятие, оно посвящено какому-то конкретному доброму делу, которое мы вместе с вами делаем. В прошлый раз мы общими усилиями смогли собрать одну тысячу подарков для одиноких пожилых людей на ПЭСах. И мы очень благодарны каждому, кто принял участие в этом проекте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о проекте, который в текущей реальности близок к каждому из нас. Мы видим проблему, что сегодня во многих больницах, которые находятся на передовой и принимают тысячи пациентов, которые болеют коронавирусом, эти все медицинские учреждения, многие, по крайней мере, испытывают острый дефицит в самых необходимых материальных средствах для своей работы. И мы хотим оказать помощь, оказать поддержку этим медучреждениям. Мы получили большое количество запросов от этих организаций, где написано, что они хотят. И мне бы хотелось вам сейчас... ...крыли на нашем сайте. Я бы попросил скинуть ссылку на этот сайт сейчас в наш общий чат. То, что именно нужно этим организациям. Им нужны инфекционные костюмы, маски, антисептики, салфетки, пластыри, сухожировые шкафы. На самом деле достаточно дорогое оборудование. И вот список больниц, которым мы хотим помочь. И поэтому мы, как еврейская община, хотим разделить ответственности, проявить свою гражданскую позицию, оказать помощь этим медучреждениям. Если каждый из вас сможет принять посильное участие, мы вместе сможем сделать большое доброе дело. Я сейчас пришлю ссылку и адрес ссылки на наш сайт. Вот она уже есть. Так что ее прислали в наш с вами чат. Будем очень признательны, если каждый из вас поучаствует в общем добром деле. Ну а сейчас я бы хотел пригласить на несколько слов человека, во-первых, который помог нам организовать этот вечер, а во-вторых, который является нашим духовным лидером, главный район России Байр Лазар. Добрый вечер. С праздником. Муадим и Симха. Я должен признаться, я не все, что господин разговаривал и рассказал, доктор Ицхак услышал, но услышал то, что наш народ уже 2000 лет существует. Почему? Потому что у нас есть единство. Я думаю, что действительно это важнейшее-важнейшее качество, которое есть у каждого из нас. То, что мы понимаем ответственности друг за друга. Мы готовы помогать бедному, другу, любому человеку, который нуждается в помощь. В эти дни мы отмечаем и празднуем Песах, праздник свободы. И в течение всего года во время молитвы, во время кедуша постоянно мы вспоминаем о выходе из Египта. Спрашивается, почему такая обсессия, почему столько внимания именно этим событиям. Почему так важно вспомнить о том, что мы были в рабстве в Египте и вышли оттуда и стали свободными. Тора на самом деле сама отвечает на этот вопрос. Говорит, не притесняй пришелца. Почему? Потому что вы знаете душу пришелца. Вы сами находились в рабстве в Египте, вы сами были пришелцами в стране египетской. Получается, что Тора говорит нам, что именно потому, что мы прошли это страдание, эти трудности, рабство, мы понимаем, что такое страдание у другого человека. И именно это то, что Тора хочет учить, чтобы, когда мы видим боль другого человека, мы поняли, что, не дай Бог, это могло произойти с нами, и поэтому нужно ему помочь. Его боль, это наш боль. Очень часто человек ходит по улице и увидит там скорую помощь и говорит, слава Богу, что это не со мной, слава Богу, что это не со моими близкими. Такой подход, такое рассуждение очень неправильно, потому что, если любой человек на свете страдает, это должно быть страдание у каждого из нас. И есть такая история, что был раввин, который каждую субботу читал специальные молитвы для выздоровления людей, и понятно, люди подходили к нему, читали эту молитву, еще, еще, еще вдруг, к сожалению, его сын заболел. Когда он читал эту молитву, в тот раз, это было от души, он почувствовал, он обратился к Богу, это для него было очень, очень, очень больно, и понятно, что его молитва была намного сильнее. И после шаббата он подумал, что-то со мной не так. Когда кто-то другой страдает, я чувствую боль, но не так, как когда это происходит с моим сыном. Что я хотел вам сказать сегодня? Сегодня, к сожалению, у нас такой кризис, который уже затронул каждого. Нет ни одного человека на свете, который может говорить, я зачешен, я могу спокойно жить, спать, все будет хорошо. Потому что или, не дай Бог, какой-то родственник, или друг, или кто-то в общине, или бизнес, или что-то другое, которое действительно этот вирус влиял. Мы видим, как каждый человек сочувствует то, что происходит вокруг него, и чувствует этот бол, и поэтому то, что сейчас клуб Соломон делает, сбор средств для больниц сегодня в Москве, это важнейшее, важнейшее дело. Прежде всего, потому что, когда мы помогаем другим, мы понимаем, что это наш общий бол. Второй момент, это имидж еврейской общины. Если мы можем показать, что мы не остались в стране, мы не смотрели на это, и как будто это нас не касает, мы не были безразличными в таком положении, это важнейший, важнейший сигнал всем людям на свете, как себя ведет еврейская община, как каждый из нас чувствует ответственность за то, что происходит вокруг нас. Поэтому огромное спасибо организаторам за то, что они приняли на себя такую инициативу. Нам нужно помочь им во всех возможностях. Мы отправляем им отцу, мы отправляем им разные маски, медикаменты, все, что мы можем, и ваша помощь в этом, она действительно очень-очень важна. Поэтому спасибо всем вам, каждому, который готов участвовать в этом процессе, в этой инициативе. И дай Бог всем вам здоровья, с праздником, впереди еще два дня праздника, среда и четверг, последние дни Песоха, дай Бог, чтобы эти последние дни были последние дни страдания, уже начало, полное освобождение для всех нас, чтобы мы вышли на свободу, вышли из наших домов, уже заканчивали с трудностями, и уже началось время веселья, радости и счастья для всех, дай Бог, как можно скорее с приходом Машиаха. С праздником! Спасибо огромное, Раф Беррел. Вы, как обычно, нас очень духовно подняли, очень сильно вдохновили. Теперь я хотел бы дать слово человеку, который нас может поднять не только духовно, но и материально. Буквально несколько слов о Ревенке Андрею, управляющем директору БКС Ultima Privat Banking. Добрый вечер еще раз. Спасибо большое за тот вечер, который вы сделали. Было очень познавательно и интересно. Со своей стороны хочется от нашей компании, от себя пожелать всем в это непростое время крепкого здоровья, и чтобы все несчастья обходили вас стороной. Мы, в свою очередь, всегда готовы помочь советам дружеским, и не только дружеским. Повторюсь, ждем вас на наших вебинарах, посвященном больше фондовому рынку, и будем рады встретиться вновь. Спасибо большое. Спасибо огромное, Андрей. Ну, а я, наверное, возьму на себя ответственность и ланцировать наши следующие, ближайшие события, которые у нас планируются. Попросил бы организаторов помочь вывести на экран афиши. Вы также можете регистрироваться на нашем сайте. У нас есть несколько интересных событий. Первое – это мероприятие, как раз о котором сказал Андрей. Это будет… О, Боже, сколько у нас много интересных событий. Начнем с мероприятия, про которое сказал Андрей. 15 апреля в 11.00 в московском времени состоится вебинар на тему влияния коронавируса на экономику и фондовые рынки. Я уверен, это будет очень интересно и очень полезно. По ссылке, которая сейчас будет отправлена, уже отправлена в наш общий чат, регистрируйтесь, задавайте вопросы. Будем очень рады видеть всех вас. Эксперты БКС дадут свои оценки и относительно распространения коронавируса и продолжительности пандемии, но и самое главное о финансовом рынке, о том, как надо себя сейчас там вести и поделиться интересными идеями, которые будут практически полезны каждому из нас. Ну что ж, мне бы хотелось теперь рассказать о мероприятии, которое будет у нас потом, совсем уже скоро после БКС. 19 апреля нам расскажут про инвестиции и недвижимость в Израиле, надежно, выгодно, ликвидно и доходно. наш близкий друг Вадим Жоров, который поделится с нами то, как устроен рынок недвижимости Израиля сейчас и о том, какие есть инструменты работы с израильской недвижимостью тоже сейчас. После этого у нас будет мероприятие, прошу вывести следующий слайд, у нас будет несколько и духовных этажа. Следующий слайд, я надеюсь, сейчас появится, он будет рассказывать нам о институте Видите, тут немножко не знаю, как у вас, у меня наложилось несколько слайдов, я прошу поставить слайд про институт брака, который сейчас будет. Равин Лазар будет рассказывать вместе с есть такой известный психолог Михаил Лобковский, у них могут быть немножко разные взгляды на институт брака в 21 веке, но мы попробуем рассмотреть с разных фокусов, пообщаться с обоими спикерами, у вас будет возможность задать вопрос, мы будем очень рады вас видеть, помимо этого у нас проходят регулярно уроки Тора, на которых мы тоже будем очень рады всех вас видеть, ну и после чего конечно хотелось бы рассказать про вебинар, еще один, который будет проходить, организован институтом Одизиса, который более подробно и детально расскажет те концепции, о которых нам рассказывал сегодня доктор Одизис, и это очень тоже практично и полезно для бизнеса, его ведет Павел Белорусский, это ведущий тренер института Одизиса, друзья, мы будем рады видеть вас на всех наших событиях, и до новых встреч, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok